Мы на Праге 4. Мы, как всегда, после гриппа, у нас какие-то осложнения получились, и мы приехали к врачу. Самый любимый район мой, вот этот, это район Новый двор и Лодки. Я очень сильно люблю Прагу 4, потому что я считаю, что это лучшее место для жизни по экологическим и по инфраструктурным всяким показателям, скажем так. На Праге 4 нет ни одного производства, бесконечное количество ресторанов. Вот там вот видно школу, вот там. Напротив школы один детский садик, второй детский садик, чуть-чуть дальше. Вот, это район Цилковой, мы здесь долго жили, ну, дольше, чем везде, скажем так. Вот, я безумно люблю этот район. И поэтому из-за того, что здесь нет промышленных предприятий никаких, в этом районе очень много парков, бесконечное количество парков. Он очень зелёный, очень много пляжей, очень хорошая инфраструктура. Вот я иду, показываю, вот это Альберт. Да, тут же, там школа, здесь всё для котиков и кеннеров. Там, напротив, большой лес логотоцкий. И в этом лесу стоят дома. Покажу потом. В лесоднике перед установкой жили зайцы. Ну, я так вижу, клетка есть, и они тут до сих пор живут. Вот, а дом немножко отреставрировали, и там был заброшенный дом, и на его месте построили новый. Район, в котором я сейчас нахожусь, это Междууходка и Новодворы. Оба эти района присоединены к Праге, это были сёла под Прагой, вестница, сёла, деревни. Вот, и оба эти района присоединены в 1922 году к Праге. Вот оранжевый дом, в котором мы жили. На самом деле, реально, самое любимое место. Тут огромные парковки, сразу за домом ветклиника. Там через дорогу два ресторана. Ну, сейчас пойдём покажем. Я прямо мимо дома проходить не буду, покажу вот там, вдалеке, я думаю, видно. Вот так. Три подряд стоящие детские площадки. Первая, которая ближе сюда, для самых маленьких, а там с горкой для чуть постарше. И вот это вот здание, которое видно, виднеется. Там базар и рестораны. Тут показывать так, чтобы было понятно. Вот видите, высотки стоят. С ними вперемешку там, поверьте, внизу стоят маленькие дома. Вот тут точно так же. Маленькие дома, высотки, высотки и маленькие дома, да? То есть район Луготка так и застраивался. Всё, что было застроено одноэтажными домами, его не трогали. И между вот этих одноэтажных домов начали потихонечку добавлять многоэтажки. Мне он этим тоже безумно нравится. То есть с этим разнообразием. Это вот как раз проход за домами. Мы приняли решение просто для того, чтобы снять и показать, пойти на остановку не одного автобуса, а другого. Здесь опять-таки детский садик и скаутская школа. Вот так это выглядит, если видно остананка. Здесь ветеринарная клиника, причем одна из очень хороших. И эта клиника работает и в выходные, и по ночам. И недорогая. Прага, 4 Луготка, вот. Хиллз. Ивет называется. Ну а здесь пошли этот район, в принципе, когда мы жили здесь. Считался элитным районом. Я в капюшоне, у меня может быть плохо слышно. То есть вот я медленно провернусь. Вот идут частные дома. Приворачиваешься. Стоит вот такой многоэтажный дом. Вот это вот весь район. Вся Прага-4 фактически. Даже там на ГА, где мы сейчас живем. Тоже два шага, частные дома. Картинка не очень. Сейчас выйду куда-то, сниму красивую. Этот вот дом, он многоквартирный. Здесь была раньше вилла. И в момент, вот тут очень красивая вилла напротив. Мне ужасно нравился у них всегда сад. Вот дом частный и очень красивый сад. И еще одно. Так вот. Вот это вот. Войду на дорогу, тут мало кто ездит. Здесь очень много, то есть это как многоквартирный дом. Это отреставрированная старая вилла. И в момент, когда мы покупали квартиры, здесь продавались. И на первом этаже, и в мансардре, и с выходом. Вот он, такой интересный дом. Перейду. Вот. Здесь продавались квартиры, но эти квартиры стоили по 12 миллионов. То есть это все равно, что вы покупаете трехкомнатную квартиру в каком-нибудь Панелаке. Ну, туда тихое место, парковка и возможность выхода на природу. Еще вот этот дом мне очень нравится. Раньше он не был таким закрытым. Сейчас хозяева построили огромный забор. Дальше тут стоят вот двухэтажечки, типа родинные дома, которые разделены. Там тоже, ну, это как многоквартирный. И вот этот вот дом. Смотрели мы на него, ходили, разглядывали квартиры. Но нет. Ну, как бы... У нас тоже это, Клидно-Локалит, это у нас называется. То есть спокойный район. Но тут прям мега клидно. Тут даже машина. Вот я иду по дороге сейчас. Меня, в принципе, еще не обогнала ни одна машина. Вот из-за этого я обожаю Прагу-4. Полное отсутствие каких-то... Вот там дальше идут эти все дома. То есть если тут полазить, тут есть очень красивые дома. Очень красивые участки. О, вьетнамцы в гости приехали. Со всеми своими шестерками. Люк. Пять шестерок. Вот дома. Вон очень красивый дом. Видите такой? Не буду приближать. Но видно там орнамент черный, красивый. И вот так вот ты проходишь недолго по этой улице. Я всю улицу, весь проход снимала. То есть по времени я иду очень медленным шагом. Вы можете представить себе, что улица не очень длинная. Вот такие на ней стоят классные дома. Частные. Вот виллы. Но это прям вот камера, наверное, не передаст. Попробую так снять. Вот такая прелесть там в садике. Или как это называется? Ну, палисадник, наверное, перед домом. И дальше, пошли дальше многоэтажечки. Собака отрабатывает обед. Ты молодец. Ты красавец. Типа, когда будет случай, я их все покажу. Ну, то есть тут есть старинные виллы. Но Прага-4 славится у нас чистым воздухом. Очень хорошей организацией транспорта и всего остального. Для жизни бесконечным количеством магазинов. Самым большим в Европе торговым центром Westfield. По-моему, сейчас в Германии построили больше. Но они там между собой спорят, кто из них больше. Вот. Хорошим транспортом. И как туристическая зона. Нам вон эту садовку. Я что-то подзабыла немножечко. И туристическая зона, он славится своими пляжами. То есть здесь полно озер. В лесу чистых, в которых контролируют воду летом. И можно приходить на пляж. Здесь же на Праге-4 очень много студенческих общежитий. От всевозможных университетов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова отмеченная велодорожка и остановка новая, поменяли остановочку приятная новая остановка здесь уже положено очень сильно фитнес-центр и очень хороший ресторан Домино вот так вот этот зеленый дом построили в 2014 году тоже мы в нем смотрели квартиру но он такой одиноко стоящий, обдуваемый синими ветрами а там, я не знаю, где будет видно или не будет там до сих пор стоит статуэтка цвета Дева Марии которой все приносят свечечки и цветочки сейчас, вот мы до нее доедем вот она здесь район много-много частных домов и периодически встречаются многоэтажки тоже такими районами вот это здание изначально строилось как общежитие но сейчас там сдают квартиры там фактически все квартиры общежитского типа а там вдалеке видно Панкратс вот мы сейчас туда едем на Панкратс вот это огромное пространство это не пустырь тут с весны, начиная, стоит цирк и выгуливают каких-то животных животные как бы в свободном выгуливают они не цирковые но их привозят, показывают а там, конечно же, находится самая большая больница в браке 4 ой, бьется у меня телефон это крычь, ее сейчас тоже ремонтируют вот так хорошо видно там высотки кое-где а кое-где вот такие виллы стоят вот вся Прага 4 такая, вся в какую часть практически не поесть везде будет так лес часть Лготыцкого леса вот видно кусочек Лготыцкого леса в Лготыцком лесу, между прочим очень-очень редкие растения растут сейчас он некрасивый я как-нибудь выведу туда, покажу вот он тянется далеко-далеко это наше скорое проехание это станция Качеров здесь очень много конечных автобусов очень много очень во многих направлениях отправляются автобусы хотела показать вот этот прикольный это фонтан на самом деле но зимой у нас фонтаны не работают мне он напоминает расколотый зуб что он должен обозначать? я пыталась где-то вычитать нигде не нашла вот такое чудо у нас есть ну и метро Качеров с переходом над дорогой таким большая развязка большой переход и само метро ничем не ну я его люблю но так в принципе она ничем не примечательна раньше это была конечная станция точно так же до Гаев метро не было и Качеров был конечной станцией и здесь же находится станция пригородных поездов на Качерове мы зашли за едой находок и попали на сезон 70-50% на скидок а Будь у нас получше настроение, мы бы даже полазили. Я думаю, что потому что мы на лготке, а на лготку мы ездим только когда нужно к врачам, которые у нас там давно уже. А вы понимаете, что, скорее всего, ближайшее видео после этого будет через несколько дней. Я показываю это на Ходове, быстрая еда. Ну, то есть внизу там есть рестораны, японские и итальянские сбоку здесь есть. А это такое, быстро поесть. Мы быстро поесть сегодня решили вот тут, в богетерии. Любим мы нашу богетерию. Я знаю, что сейчас очень много веганов. Вот здесь для веганов тут два заведения. Вот это вот вегемама и еще одно где-то, где-то в другом месте. Ну, то есть есть где поесть. Очень люблю этот магазин с посудой, и там распродажа. Я бы зашла туда. В общем, рассказываю. Ладно, что я, намеки и намеки. Люба, воспаление связок, последствия после гриппа, осложнения. Ей назначены антибиотики. В общем, она будет пить антибиотики. И, естественно, ей запретили много говорить. Я буду лечиться в амбулаторном виде. Мне будут мыть, чистить все, как надо делать. Через неделю у нас контроль. И завтра я поеду с мужем, потому что у него тоже какие-то бока. Мы будем сдавать анализы. В общем, когда вы болеете гриппом, лежать, пить, соблюдать все, потому что грипп ходит просто какой-то невообразительно паршивый. А, ну я еще покажу. Вот отсюда тоже чудесно видно то, о чем я говорила, плюс не дует. Вся Прага-4, она вот так вот выглядит. Вот маленькие-маленькие домики. Частный сектор. Мы по этому частному сектору гуляли, несли карниз свой. Сейчас приближу. Вот так вот, частный сектор, и там многоэтажки. И это все такими кусочками. Частный сектор, многоэтажки. Частный сектор, многоэтажки. Я снимаю через все это стекло, он не всегда правильно наводится. И большие пространства с полями, с парками. Лучшие купальни здесь летние. Это вот остановка ходов. Так выглядит. И кусочек ходов с той стороны дороги даже есть. Замечательный район для жизни. Все, что касается туризма, расскажу чуть позже. На фоне красивых цветочков, на фоне того, как собирают букеты, я закончу свою мысль. В общем-то, у меня есть выбор. Либо делать для вас черно-белое кино с титрами и молчать таких, потому что мне тоже нельзя разговаривать, у меня поражены связки. Либо оставить вас на несколько дней, к сожалению. И все-таки пролечиться и оставить вас без черно-белого фильма. Я подумаю, что для меня будет легче и как я себя буду чувствовать после всех этих процедур. Так что вот, всем вам прекрасных цветов, шикарного настроения. А нам выздоровления. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин